Ну, мнения разные, эмоции тоже разные. Ну, давайте я уже включусь. Валюш, спасибо за представление. Вы знаете, дорогие мои, вот утренний звонок, он всегда, во-первых, и спонсора бодрит. Вот, я утром успела погулять с собакой, и все, и вот, думаю, надо бегом, Челябинск ждет. Спасибо, что пригласили, потому что на самом деле и, наверное, и я по вам соскучилась, поскольку, вы знаете, когда начинаешь бизнес, и именно команда идет, и вот растут директора, то потом я уже, что называется, не лезу в чужой монастырь, ну, как чужой, поскольку все уже становятся самостоятельны, и каждый директор вправе выбирать путь именно работы со своей командой. И вот мы сейчас поветочно проводим, да, и девочки там, Марины Черенковой вызывают, она директор, вот сейчас Оля Еремеева, и вы веточка, она, Оля, тоже директор, да, мощный. И поэтому и Валя директор, и когда приглашают директор, это всегда почетно, и всегда это, знаете, в тонусе держит, и меня в том числе. Поэтому спасибо и вам огромное. Мы давно, правда, не общались именно лично, вот, но поскольку сейчас уже необходимость есть, я в последнее время тоже немножечко и с Олей, ну, не на связи, у нее большие видения на этот бизнес, и, наверное, она где-то сейчас на юге работает, вот. Но мы с вами сегодня проработаем именно и для новичков, и для тех, кто уже в бизнесе, и что называется, поруку понюхал, да, и те, кто лидеры. Вот смотрите, дорогие новички, все, кто сегодня пришел, это система, которую надо просто понять. Вот что такое крауд? Крауд – это система, которую надо понять. Когда вы поймете, вы ахнете от удовольствия именно нахождение здесь, потому что сошлись и перспективы, и сегодня, и сейчас, и возможности, и, в общем-то, и руководство. То есть настолько у нас крауд многогранен, что влюбиться в него можно, если посмотреть со всех сторон. Если кто-то не пришел, допустим, за деньгами только сейчас, и нужны перспективы, поверьте, все перспективы расписаны и уже разложены до 2022 года прям вот полностью. Я об этом попозже поговорю. Если люди пришли, и им горит сегодня и сейчас заработок, нет проблем, заработок сегодня и сейчас, он есть. И вот именно момент вывода, когда нас всех перестраивают на работу в биткоине, он в большей степени касается лидеров и людей, у которых огромные балансы. А вот новичка, который строит свой бизнес, ребят, до директора, до уровня директора, у вас вообще, ну, не должна голова болеть о выводе. Гифт-ходы нужны, нужны и нужны, и всегда нужны именно на 100 евро. А в Грэд дело другое. А вот вход в бизнес, и если вы новичок, и у вас еще вот только желание есть развиваться, не смотрите пока ни влево, ни вправо. Ставьте цель создать команду. Вот на что должен новичок быть замотивирован? Это на команду. Ни влево, ни вправо, ни пока вас пусть не интересуют, допустим, технические вещи на платформе там, или действительно перспектива дальняя. Вы смотрите ближайшую. Вот я вам могу сказать, меня зовут Алла Князева, мне 53 года, у меня были долги и кредиты. Все та же история, которую я всегда говорю. И когда 1 декабря мне прислали, вот Оксана Смирнова прислала мне в отцах, написала, Аллочка, посмотри этот проект, я точно знаю, он тебе зайдет. Вот там немножко шумно, выключите, пожалуйста, что-то шипит. Вот. И мне в этот момент что зашло? Зашло именно то, что начиная здесь работать, можно выйти из долгов. А долгов у меня было больше полтора миллиона. То есть я не пришла сюда подработать там каких-нибудь 200-300 евро. Или там... Я пришла сюда за миллионами. Я не знаю, сколько у нее долгов каждый раз поражаю. Еще раз, задайте вопрос. Если вы вопросы не задаете, микрофоны выключите. Да, да. Вот, хорошо. Смотрите. И тогда, получается, именно за вот первое видение это было, это именно приглашать людей. И приглашать на 100 евро. Я не приглашала на все 4 пакета. Вот иногда человек говорит, а как лучше, да, вот как лучше зайти. Я всегда говорила, заходи на 100 евро. Почему? Потому что у нас есть система апгрейдов. И если вы позвали на 100 евро, человек разобрался, то есть движение вперед. Вот представьте только, вы сделали команду, например, из 5 и из 10 человек. Все зашли на 100 евро. И когда люди разберутся сами, они уже без какого-то волнения, без какого-то смущения ответят за свои вопросы, имея самомотивацию. Возьмут и сделают апгрейд до 300. Вот как у нас и было, как мы и двигались. Так представляете, ваш чек, именно ваша выплата, она сразу выносит в три раза практически. И вот я именно за первый месяц 10 тысяч евро так и заработала. Мы вышли именно вот 1 декабря, я вступила когда в команду, а апгрейд начался, вот я немножко кутую, или 12 декабря, или 14 декабря начался вот этот эпикал апгрейд. И мы как раз к этому моменту уже разобрались. Но за это время я пригласила 15 человек. Вот за две недели, когда нам дается быстрый старт за 14 дней, 15 человек. И была вот уже команда, с которой можно было делать и апгрейд, и работать дальше на приглашение. И вот таким образом состоялся чек в 10 тысяч евро. Этот чек, вот первая выплата, она всегда важна. Первые деньги заработанные всегда важны. Я скидывала людям прям вот по суткам. Вот мои чеки я скидывала по суточно, по двое. Вот сколько сегодня, вот сколько там через два дня, вот сколько там сейчас, и так далее, и так далее. И это мотивировало. Сегодня мотивировать людей можно на все, что угодно, но денег-то нету. Вот кого мы приглашаем, именно почему люди пришли? Потому что хотели денег, проще говорю. Причем денег на осуществление каждой своего какого-то процесса. И получается, что здесь, конечно, мотивация первая, она идет пойти заработать эти деньги. Поэтому, новички, я сегодня, может быть, долгую речь к вам не буду вести, но если вы пришли на остаточный доход, тоже не переживайте. Я всегда приглашала, конечно, на активность, но остаточный доход, смотрите, как он будет именно, из чего он будет складываться, и какой он, и на него тоже можно пойти. Многие остаточный доход любят, когда, знаете, пассивный доход. Пассивный – это когда вложил деньги и имеешь проценты. И вот на этом строят свою стратегию многие компании. И мы там были. Вот я могу сказать, откуда у меня долги. Потому что я поучаствовала в инвестиционных проектах. Туда деньги хорошо вкладывались, оттуда не успевала даже свои получить. Многие компании именно приходят на год-два именно сливки собрать. И это не секрет, и мы это знаем. И до сих пор еще вот многие проекты, они этим и живут. И если человек там успел вложить, получить свои, а потом получить прибыль, ну что ж, пожалуйста. Но дело в том, что что будет иметь тот последний, называется. И этот путь, он для тех, кто, в общем-то, понял, разобрался, он запретный. И я, например, больше в инвестициях, не участник. И здесь у нас в Крауд надо понять, что пассивный доход у нас складывается вот из чего. Мы, люди, которые приходят на образовательный пакет, сегодня он будет называться пакет для предпринимателя. Меняется название, и там очень много нам дадут школ и грамотных бизнес-обучающих возможностей. Но об этом тоже попозже. Вот. И когда мы приобретаем этот пакет, то нам дают ревордсы. Мы все с вами об этом знаем. Плюс сама компания делает апгрейд в ревордсах. То есть у нас появляется некий мешочек такой с долями, с долями будущих акций. Сегодня это дольки участия в прибыльности. Почему они так называются? Еще раз этот вопрос подниму. Нельзя юридически назвать акцией. Нельзя пока назвать опционом. Что такое дольки участия? Это вот я сейчас аналогию приведу. Биткоин называется биткоином, когда он целый. То есть биткоин стоит там сегодня больше миллиона рублей. Но у биткоина есть маленькая частичка, она называется Сатоши. Это тоже биткоин, но это частичка. Так вот, складываясь в частички, получается биткоин. То есть его можно очень сильно раздробить. Сегодня у нас мы не можем назвать акция Крауд Ван, но мы можем назвать внутренним названием Ревордс. Сколько будет частичек этих Ревордсов, чтобы была одна акция Крауда, пока мы не знаем. Мы пока набираем вот эти вот дольки, дольки прибыльности. Будет ли одна долька равна одной акции? Я тоже пока не знаю. Но на биржу нам объявил Рензо, это амбассадор две звезды компании Крауд, он объявил, что компания планировала выйти на биржу в 2023 году, но сегодня очень быстрое развитие привело к тому, что мы планируем выйти на биржу следующее Рождество. То есть не этот год, а следующий год. Поэтому очень все по ускоренной программе идет, и в связи с этим происходит коррекция. Вот мы говорили там, допустим, с первого дня, когда работали, речь шла о внутренней бирже, которая будет стоять у нас на платформе, и это были мысли именно Вагнера, владельца платформы самого. Но поскольку он рассчитывал именно более длительное движение, он рассчитывал больше 500 человек там за год. То есть не такое быстрое развитие, как оно понеслось с приходом Холстона. И когда именно вот пришел к нам Йохан Стальфол Холстон, генеральный директор по развитию, это более масштабный человек, то как раз началась очень сильная движуха, как молодежь говорит. И сегодня мы видим нас уже практически на этой неделе будет 16 миллионов. Вот новая неделя, которая начнется, но это колоссальные цифры. Кстати говоря, вот можно погуглить все компании, которые есть на земле, именно мировые, сетевые, по количеству участников в этих компаниях. Вы знаете, я была удивлена. Я никогда эту информацию не получала, ну потому что, может быть, такую аналогию не проводила. 500 тысяч человек, и компания занимает рейтинги. Миллион человек, она уже там десятками лет на рынке. Два миллиона человек. Максимальное количество человек и быстрое движение было у одной сетевой компании, которая с криптовалютой Ванкоин. Вот они достигли максимума. И как раз, ребят, дорогая команда, услышьте, как раз из-за того, что временно они, одна из причин была временно, они допустили внутреннюю биржу на какое-то там небольшое время, и, в общем-то, компания не вышла на внешнюю. Начались более пристальные приглядки к этой компании, и, в общем, на внешнюю биржу она так и не вышла пока. У меня есть эта криптовалюта, и я, ну, в общем-то, есть пакет вложенных, так скажем, денег, а выхода на биржу пока нет. Поэтому вот этот опыт других компаний, он говорит о том, что у нас на сегодняшний день правильная стратегия. И вчера об этом говорил наш непосредственный спонсор Магнус, президент три звезды компании Краудван, он спонсор Хабила, что нет сейчас и неправильно стратегически внутреннюю биржу давать. Мы сразу лучше выйдем раньше на внешнюю. И все с этим согласны, все абсолютно. И сроки как раз для этого передвинуты. И что новичок будет иметь сегодня? Во-первых, вы входите, если на небольшой пакет, вам компания сразу дает апгрейд. сразу. И нам платят дивиденды уже не тогда, когда мы выйдем на биржу, а уже сегодня и сейчас выплата дивидендов идет. Что нужно сделать новичку? Нужно раз в неделю заходить на свою платформу и собирать подарочные ревордсы. И посмотрите, как система правильно сделана. Ведь нам же нужно, знаете, нам нужно движение, нужно показывать именно активность этой платформы. количество участников это одно, а движение на платформе это другое. Так вот, у нас даже пассивный человек, но он раз в неделю войдет. Меня удивляет, что некоторые говорят, да, я не буду туда входить, у меня есть в команде такие, ой, подумаешь, там, три копейки собирать, да не хочу, у меня времени нет. Пожалуйста, выбор у каждого. Но если новичок вошел пассивно и каждую неделю собирает добавочные ревордсы, то у него как раз выплата в евро увеличивается от квартала в квартал. И мы придем к тому, что у меня сегодня есть стратегия работы с новичком. Я говорю, вот пришел сам просто на пассив, но не поленись, пригласи четыре человека. Ты, во-первых, все-таки вернешь деньги вложенные, а во-вторых, ты сделаешь благо своим людям, а в-третьих, ты будешь 10 тысяч евро в ревордсах получать каждую неделю. Таким образом, у тебя 40 евро будет в месяц и 120 евро будет в квартал, в ревордсах. И тогда бери геометрическую прогрессию. Ты вошел на 100, а 120 каждый раз прибавляешь. Возьми, начни именно отсчет своих дивидендов, выплатов от евро. Не бери большую сумму. Возьми, что в одном квартале ты получил 1 евро, в следующем квартале 2 евро, в следующем квартале 4 евро, в следующем 8. Год на смарку называется. Год нет мотивации совершенно. Маленькие деньги, маленькие дивиденды, все понятно с этим. Возьми, посчитай второй год. Третий год, я тебе считать не буду, посчитай и третий год. Мы же, любой бизнес строится, ему надо год-два-три для развития. Мы же не совсем люди, знаете, так вот пришли и прям вот действительно дай луну, дай звезды и все это за несколько месяцев. Это могут только инвестиции обещать, но они заканчиваются. И сколько людских судеб, и сколько трагедий, причем вносят туда не 100 евро. Миллионами люди заходят, квартиры продают. У меня в моем окружении есть плачевный опыт, именно кэшбри. Сначала Легион, потом кэшбри. У меня ближайший человек повесился. Вот такие эксперименты в моей жизни уже закрыты. И я не выбираю больше компаний, которые проценты дают. Как бы хорошо они не работали сегодня. И у меня есть миллионы, я тоже могла там покрутить или еще что. Не даю я именно таких моментов вот вот такой системе. поэтому а здесь именно надо понять. И более того, когда на внешнюю биржу мы выйдем, сколько будет стоить этот реворс? Тоже пока никто не знает. Но за нами пристально наблюдают. Пристально наблюдают и сегодня я вам могу сказать. Пусть там допустим год говорили лохотрон, лоховоз, самыми грубыми словами. Это был год. Второй год. Вы поглядите какое массовое вхождение в крауд. Ведь это же надо видеть. Ну, знаете как, очень горестно, когда говорят, да вот собрали типа с маленьким АКЮ 15 миллионов человек со всего мира. Очень горестно. Именно непонимание. Но народ продолжает заходить в крауд. И идет поток с ускоренной скоростью, с увеличивающейся. А теперь вопрос в студию, как я всегда говорю. Какой же человек хочет собрать большой клиентский портфель, чтобы завтра его остановить. То есть, типа, вот собрали деньги и все. Да это надо быть совершенно тогда, ну, не просто недальновидным, недальновидным. А это надо быть немножко сумасшедшим тогда. Потому что сегодня мы настолько сладкое сообщество, что действительно к нам в очередь стоять и проситься. В одном месте собраны 15 миллионов, это огромное силище. Вот как раз поэтому нам говорят, что Афилгоу, Микстер, вот сейчас Микстер запустится. Это масштабные площадки. Сейчас запустится Эпика, допустим, в декабре, да? И вот как вчера Магнус рассказывал, у многих, у меня Марина говорит, у меня мурашки шли по коже. Потому что даже если вы выиграете, представляете, кто-то из наших партнеров, дистрибьюторов выиграет, например, там сумасшедший, я не знаю, там, ну, что, ну, джекпот там в 15 миллионов евро. Ему половина дадут, а половина распределяется по всем людям. И пропустить Эпика промо раз в неделю, который будет не купить билетик за 2 евро, это будет очень обидно, потому что купив такой билетик, даже от выигрыша кого-то ты будешь получать пусть там 100 евро, например. И вот это нам привяжут, и это все массово, это все очень эмоционально, это все очень, знаете, ну, мы побьем рекорд в лотерейной ниши, вот слова не подбирают, для меня это тоже новый сегмент рынка, но я могу сказать, мы с вами русские люди, мы знаем спорт лото, да, например, и потом русское лото, да, русское лото, вот две конкурирующих фирмы, я под стол пешком ходила, а лотерейные билетики продавались везде на остановках спорт лото, и всегда очередь стояла, сегодня я выросла, мне 53 года, а компании эти прошли дефолты, девальвации, что только в России не было, и с рублем в том числе, а компании не ушли, и сегодня лоты выставляются там уже почти с миллиардами, вот в чем идет, и мы побьем эти рекорды этих компаний, поэтому перспектива у крауд, она огромная, и подождать пассивный доход, это как раз правильно, не, как сказать, агрессировать, когда я считала в Дагестане вот то, что будет с нашими дивидендами на протяжении там трех-четырех лет, у меня пол Дагестана вошло в шок, я говорю, да вы что, считать, ну это же элементарно, они говорят, слушай, Алла, нам никто так не говорил, мы вот получили дивиденды там по 10, по 15 евро, расстроились, я говорю, конечно, а взять ручку и посчитать, что будет дальше, и мы же видим из квартала в квартал дивиденды прибавляются, то есть массово заход людей все больше и больше, но и дивиденды не уменьшаются, а прибавляются, вот оно чудо, краудван, и у него есть деньги, деньги есть даже на то, что вы знаете, я была поражена, вот я сейчас из разных там точек работы крауда беру примеры, но это действительно так, смотрите, мы в октябре месяце многие люди купили билетик именно на события, а компания объявила, что будет бесплатно, а люди заплатили по 2 евро, ну оставь компании эти 2 евро, ну оставь, ну в следующий раз там на событие билетик предоставите, выплатили всем до одного назад, всем до одного назад, а вчера мы еще случай разбирали именно вот работы, когда вот мы видим это наглядно, у меня двое девочек из команды Тани Будюкиной сделали апгрейд, и у них зависли деньги, зависли больше 10 дней назад, то есть ни пакет не отразился в кабинете, ни на баланс деньги не могут вернуться, и писали в поддержку, начали писать в поддержку, день-два не возвращается, начали звонить спонсором, было волнение, оказывается, команда моя дорогая, послушайте, в чем был, в чем была причина, когда спонсор ставила своих новичков, вот людей в компанию, она предоставила своих три почты, своих именно три почты, а когда эти люди переделывали кабинет на себя, они указали свои почты и запаролили, и спонсор об этом не знала, и письма приходят, она на своей почте смотрит, а писем нет, а этим новичкам приходят письма к ним на почту, а они их не читают, а в этом письме сказано, правда ли вы хотите отменить сделку, это вы, это вы ее отменяете, и когда разобрались, и кто-то там из новичков увидел на почте это письмо, причем на русском языке, нажали кнопочку и сказали, да, это мы хотим, деньги сразу вернулись на баланс, причем вернулись в биткоинах, и именно с повышением биткоина вернулись на баланс и денег больше, и Татьяна мне говорит, Алла, вернулись порядка от 7 до 11 тысяч больше, но могла бы компания знаете так выдать по факту, то есть ну проплатили вот такое количество биткоинов, мы вам дадим чуть меньшее количество биткоинов, потому что биткоин вырос, да все что угодно, и сегодня вот такие речи, знаете там, биткоин стоит, вот сейчас мы вернемся уже к разговору с людьми, которые уже в компании, если большой баланс, и мы ставим вывод на биткоин, раньше он быстрее выходил, сегодня немножко дольше выходит, с чем это связано, рассказываю, чтобы были правильные понимания, всегда биткоин у нас будет выходить в пределах 14 дней, кто-то говорит, ой, в моей компании там название такой-то компании, прям поставил, и они прям сразу за секунду вышли, поверьте, эти компании тоже уйдут как вот, это бывает в инвестиционных так, до поры, до времени, а потом выходишь, совсем вывода нет, я сегодня жестко сравниваю, что получается у нас, именно и почему 14 дней, смотрите, мы работаем по европейскому стандарту, есть права потребителя, и когда вы подписали новичка и сделали ему апгрейд биткоином, вам на баланс сразу деньги начислятся, правильно? Правильно, и у нас даже музыка такая есть, приход монеточек, все на баланс вам начислено, вдруг этот человек, которого подписали, особенно в Европе, он говорит, нет, я хочу отменить эту сделку, например, через 5 дней он заявит, через 7, есть 14 дней по правам потребителя, возможность отозвать свою инвестицию, и компания отзовет инвестицию партнера, вернет ему деньги на его биткоин-кошелек, а нам начисление произошло, как тогда гуглтерией быть? Так вот, сегодня как раз и новая ставит систему у нас внутри, одни деньги мы будем видеть именно в ожидании, а вторые на выплату, потому что вот эти 14 дней и в компании было много таких вот задач по по решению вот этого вопроса, именно чтобы бухгалтерия сошлась, понимаете, и когда вот эту бухгалтерию всю выстраивали под биткоин, время ожидания чуть-чуть увеличилось, до 14 ноября компания очень старается вот этот пробел закрыть, у нее это получится, и потом деньги пойдут, представьте, вы поставили первый день, второй день, третий день на вывод, так же они будут и выходить, и пойдет, ну потоком, вывод пойдет потоком, сейчас небольшой такой моментик перестройки с внутренней работы, мы же все-таки работали внутренним балансом, и у нас была такая возможность, а перед тем, как раз выход на биржу, там надо будет все еще четче показывать, потому что на внешнюю биржу подается там тонны бумаг, чтобы именно на нее выйти, так вот, а к нам сейчас придут холдинги, которые масштабные, это Микстер и это Эпик Лото, они работают как раз на биткоине, именно вот все расчеты, поэтому нас перевели, но нам оставили именно пакет для работы 100 евровый, замечательно, более того, сегодня компания дает беспрецедентную акцию, именно Титан Про, вы знаете, у меня в команде тоже мнения разделились, и вот здесь виден человек, каков он есть, невозможно не проговорить про эмоции, вот человек это не тот, которого мы видим, я не та Алла, которая там с ресничками вставленными, там стрижечка у меня, да, вот вы меня можете видеть, и я завтра могу пойти сделать пластику, вы меня не узнаете внешне, но я буду та же Алла, потому что человек, это когда сочетание внутреннего, там внутри, духовного, душевного, и плюс наружность, вот это общий человек, нас проще говоря двое, и вот чтобы раздвоения не было, человек что думает, что делает, у него должно совпадать, я знаю некоторых людей, у которых на него смотришь, он говорит одно, завтра сделает совершенно другое, послезавтра ты не знаешь вообще, что он сделает, думаю, господи, как же жалко-то, есть такие люди, и почему я сейчас об этом говорю, нам дали сумасшедший промо, когда люди могут за 500 евро в биткоинах купить себе апгрейд на Титан Про, Титан Про, это пакет, который, ну так скажем, опосредованно участвует в бизнесе, на него просто идет больший процент ревордсов, это да, но все бизнес-пакеты, все там матчинг-бонусы, по бинару выплаты и так далее, участие там в других этих возможностях нашего маркетинг-плана, он завязан просто на Титане, Титан Про, это было именно промежуток от тех возможностей, когда вот люди, когда апгрейды компания давала, есть последний пакет Титан у нас, у нас ограничения в пакетах, а Титан Про, это для того, чтобы двинуться тем, у которых вот Титан последний пакет, чтобы была демократия, вот для этих людей, но там, ну, там большое количество ревордсов, огромное количество ревордсов, и приобрести за 600 евро, то есть купить пакет на 100, а потом на 500 и получить Титан Про, это сегодня возможность есть, у нас ее не было, и я благодарна компании, когда я пришла 1 декабря, я вошла на 100 евро, мне и поставили 50 долечек, я ни в каком промоушене не была, когда компания дала промоушен, извиняюсь, на 100 евро, плюс 200 евро она делает апгрейд, ну, конечно, это смотивировало так, вначале напугало, могу сказать, есть эмоции, мы на телефон, что это за раздача, что это за вообще мед медом помазанный, но все, мы успокоились и поняли, почему это компания делает, и из каких источников она это делает, у нас три потока денег, три потока, от фирм, с которыми мы имеем соглашение, они свои рекламные бюджеты вливают в нас, им не нужна сторонняя реклама, или оставляют немножко денег на стороннюю рекламу, а миллионы вливают в нас для раскрутки, как раз как раз вот это именно продуманные промо специалистами, маркетологами, чтобы привлечь большое количество людей, это называется бизнес выгоды на входе, и молодцы, просто молодцы, второе, то, что сделали промоутеры, они сделали нам людской поток, и когда человек подписывается, под ним сотни тысяч и миллионы людей подписываются, и с них опять же как бы мы имеем с этого потока небольшую такую вот долечку прибыли, и все это нас мотивирует, поэтому здесь именно сочетание умов и возможностей, это не деньги, мы с вас там допустим, вот многие нас в чем именно ругали и наказывали, вот деньги там вы имеете друг от друга, это совершенно узкий вид, абсолютно, у нас три потока денег, с фирм, с нас и плюс с оборота именно, именно, которые делаем же мы все, вот я купила себе годовую подписку в лайфтрендс, я не знаю, даст ли мне коронавирус ехать, но я в компанию лично я знаю, я сделала оборот на 700 евро, а теперь давайте посмотрим чуть-чуть, вот мне хочется, чтобы вы поняли, насколько мы прочно, когда мы приходим в инвестиционные компании, приносим туда свои миллионы, многие приходят 100 тысяч, 200, в инвестиционных с маленькими деньгами делать нечего, люди приносят 100, 200, полмиллиона, миллион и так далее, и понеслось, что там предлагают, 1% в сутки, как правило, в среднем, а где делают эти деньги руководители, мы не знаем, нам составляют легенды, что есть разница, что есть роботы, что есть разница там курсов, вот это вот действительно на бирже, что есть трейдеры, там целых, я не знаю, 500 человек, самых лучших трейдеров, но эти системы заканчиваются, не предупреждая нас, когда именно они закончатся, и мы не знаем, так ли это, есть ли правда трейдеры, есть ли правда работа на бирже, что происходит в Краудван, мы знаем, откуда у нас прибыль, почему, потому что я сама в этой прибыли участвую, я ее создаю, а теперь возьмем просто математику, я не буду брать Афил Гоу, я не знаю, не играла, не играю, играть не буду, это играют 12 стран, которые заявлены, и они создают товарооборот, по которому мы долгое время, вот уже два квартала, получали дивиденды, это именно Афил Гоу, взяло нас, знаете, как щенят, и немножечко вытянуло, до 3 копейки, но они реальные, от реальной товарооборота Афил Гоу, а теперь возьмем Лайф Трендс, нас, пусть было на тот момент, когда Лайф Трендс зашел, возьмем 10 миллионов, и возьмем самый маленький процент, 1 миллион людей, простите, 1 процент от 10 миллионов, пусть это 100 тысяч человек, вот взяли платиновый пакет на 700 евро, 100 тысяч человек, это самая плохая статистика, 1 процент берут, посчитайте, сколько денег, сколько в компанию вошло денег, мы можем посчитать, можем, а я могу допустить, что еще, 1, 2 или 3 процента берут ежемесячно по 50 с чем-то евро, там есть ежемесячный взнос, да, ну тогда я суммирую, а Фил Гоу, то, что происходит, чисто теоретически, лайф тренд в том, что происходит, именно откуда компания берет деньги, и тогда я сижу и диву даюсь, мы действительно, именно, получать дивиденды будем такие, что, как Ренза говорит, если бы вы были муха, сидящая на стене, и увидели расчеты, вы сползли бы, просто сейчас компании нужно как раз именно, ну время, чтобы развиться, реальные рынки, реальные ниши рынка, и мы их раскрутили уже практически, и к нам они вошли уже, все договора есть, что помешало нам еще круче развиваться, коронавирус, у нас действительно были заявлены карточки на вывод, и сегодня компания не сказала нет, она регионально это сделает, и у нас будут карточки на вывод, сегодня компания, мы когда пришли 1 декабря, мы пришли на дольки участия акций, на дольки участия в прибыльности, мы их тогда акциями называли, а филгоу и микстери, а филгоу запустилась, а микстери нет, но договор-то с ней был, просто оттягивалось во времени подписания каких-то еще там бумаг, еще каких-то проверок, и что компания сказала, у нас тотально не получилось с микстери, оправдалась перед нами, да ни в коем случае, 14 ноября мы проснемся в другом крауд, это будет партнер, а чуть попозже, 10, 14, там, сроки 10 декабря, эпиколото, и кстати обслуживать будет компания Microsoft, это наши козыри, извиняюсь, ни одна, ни одна именно партнерская команда, ни одна брендовая раскрученная платформа, никогда не пойдет в слияние с лохотроном, это потянет вниз, вы знаете, что именно один раз испорченный имидж, что у человека, что у компании, оно потянет вниз, а с нами сегодня заключил договор о сотрудничестве Microsoft на обслуживание, поэтому мы с вами победители, вы даже не представляете какие, а сейчас хочу сказать про в Микстере, если люди сегодня в крауд не приглашают, тяжело у человека попросить 100 евро, почему я приглашаю, у меня вот сейчас, буквально через полчаса будет регистрация новичка, я вчера съездила к себе в университет, где я работала, и еще раз поработала с людьми, которых я давно не видела, думаю, надо еще новичков, но я приглашаю только в крауд, я сегодня на своем кабинете президент, вы об этом знаете, но я буквально 3 месяца раскручиваю кабинет дочери, говорю об этом, говорю в открытую, она у меня без 5 минут менеджер 3 звезды, дальше пойдем к директорству, и, конечно, она дает мне там 2-3 рекомендации, а я десятками, ну, детки наши, наши детки, ну, мне хочется, чтобы этот бизнес был семейный, у Хабила жена работает, сын работает, и я думаю, что Хабил очень много тоже помогает, начали немножко обращать внимание на семью, кстати говоря, я не подписала сразу там дочку, маму и так далее, я подписала именно сторонних мне людей, и отпахала на них так, вы не представляете, сколько влилось работы в структуру Оли Еремеевой, и я ее люблю, и вы видите, какой результат, и вы видите, как Валечка работает, и другие ее команды, и как Дагестан, ну, надо было полностью с головой отработать команду Оли Еремеевой, счастье одному человеку в дом пришло, вместе с миллионами, у нее, мы тоже с ним мороженое на двоих ели, был период такой, Дальше Марина Черенкова, отработана настолько, что просто даже иногда своих лидеров я отдавала в структуру Марине, а ведь я могла бы открыть кабинет доченьки сразу изначально, поэтому лидер это тот, кто, знаете, пришел людей в светлое будущее повести, Данка называется, поэтому вы меня любите, меня многие любят не потому, что я оратор хороший, но у меня как раз именно мысли, слова и, надеюсь, душа, с энергией, помолился, пожелал человеку добра и пошел именно делать ему, а не языком только, и сегодня полная победа с Багратионом, полная победа, я уговаривал этого мужчину, уговаривал только потому, что, ну вот, захотелось мне в него вложиться, душой, мыслями, сердцем, у меня умер муж, и я помолилась, говорю, Господи, я хочу какого-то вот осчастливить человека, мужскому роду, говорю, Багратион, ну, ну, пожалуйста, прими, уже, знаешь, у меня посыл такой есть, и он такой человек интеллигентный, мягкий, все-таки, знаете, в Бакуриане, строил отель, и вот я позвала, и вот мы поработали вместе, вся семья сегодня, жена звонит и говорит, Аллочка, как он тебя любил, как мы тебя любим, ты член семьи, это дорогого стоит, это наш бизнес, скрал, сегодня в семье Багратиона нет его, он на небе, он умер, но он оставил именно свой рабочий кабинет, вы знаете, сколько туда денег приходит в сутки, а еще плюс помогли сам Вэллу, сыну под ним, еще один кабинет, и не восполнишь трату утраты человека, но компенсируешь хотя бы немножечко то, что долгов и кредитов нет, а у него они были, он недостроенный отель бы оставил с долгами и кредитами, поэтому мы приглашаем в крауд, мы что приглашаем, мы приглашаем историю судьбы поменять человеку, и на какую стоимость на 100 евро, да чтобы я так жил, сказал бы мой друг еврей, чтобы я так жил, но только надо вложиться, но если у человека не получается произнести, знаете, вот не получается, вот я когда приглашаю, я говорю, деньги давай, как тебе удобно, в евро или в рублях, тебе на карточку удобно, или я приеду, у тебя наличку возьму, деньги, давай, есть фраза, дай мне 100 евро, я тебе помогу оформить, я это произношу, потому что без денег сегодня делайте все, что угодно, а здесь именно один раз участие на 100 евро, но только надо произнести так, чтобы человек захотел, а мы иногда на вопросе, ну вот, ну вот я спонсора позову, ну вот я не знаю, как вот, ну потому что внутри я боюсь у тебя деньги брать, а я не боюсь, я платформу знаю уже сегодня, и мы помогаем людям, но даже у тех, у кого не получается сказать волшебную фразу деньги, давай, приглашайте в Микстер, сегодня в Микстер приглашают, просто реферальной ссылкой, вышел, пришел куда-нибудь в офисе, прям в своем городе, в офис зашел, так, кто здесь играет, скажите, пожалуйста, соцопрос, играете? Очень хорошо, вот вам реферальная ссылка, будете играть круть-крутью, просто только вы, а если кого-то будете приглашать, у вас будут деньги, ну и пойдите в своем городе, перепишите население города, за каждого человека 100 ревордсов, я сначала думала, что это не так, и информацию как-то сдерживала в себе, вчера Магнус подтвердил, за каждого человека подписанного в крауд без денег, просто зарегистрированного, 100 ревордсов, умножайте количество людей на количество ревордсов, и да будет вам счастье, потому что одни купили за большие деньги, другие, такие как я, большой работой, а третьи сейчас делают, просто потому, что не уснут, перепись населения, и тем, и другим, и третьим будет счастье, нет возможности сегодня не работать, нет причин, вернее, не работать в крауде, гигантскую экономику, в нее надо бегом вбегать, и такая, такая масштабность, такая скорость, такая идея, я не знаю, когда она еще появится, когда сказали, вот Магнус, в начале Рензо, а потом Магнус сказал, что планы на 22-й год, это какие-то телекоммуникационные новые сервисы, вы знаете, это круче скайпа, это круче, я не знаю, ватсапа, вайбера, телеграма, что это будет, я не знаю, но представляете, какие деньги имеет, например, та же платформа, там, телеграм, или, ну, я не знаю, ну, скайп и так далее, а мы будем намного круче, и мы делаем сегодня экономику, и возможно, даже рост биткоина, вот мы между собой лидерами так тихонечко разговариваем, говорим, возможно, рост биткоина, как раз вот он обусловлен тем, что нам, нас перевели работать на него, ну, 15 миллионов, ребят, вот, ну, наверное, информационно все, возможно, у кого-то есть вопросы, и я хочу еще задеть такую тему, как этика, вы знаете, нет ближе людей спонсор и дистрибьютор, спонсор, наставник и партнер, нет ближе людей, это доказано уже многолетней сетевой практикой, мама с папой будут вас отговаривать, меня первый раз, когда я пришла в сетевую компанию, у меня мама глубоко верующий человек, она батюшке говорит, батюшка, там какие-то сети она пошла строить, он говорит, ой-ой-ой-ой-ой, срочно ее отчитывать, срочно отчитка должна быть, и боялись, что, куда она, я работала на кафедре Воронежского университета, я занимала такое положение, когда родители радовались, наша дочь в высшем учебном заведении преподает, это была гордость и радость, но я ушла в сетевую компанию, горе-горькое испытали мои именно родители, им было стыдно, что я какая-то лохотронщица, это непонятная индустрия для тех, кто не захотел ее понять, и поэтому близкие люди будут заинтересованы оторвать вас от этой индустрии, оторвать, они побегут спасать вас, отчитки даже делать, но самый близкий человек, который действительно в вас заинтересован, именно энергетически, материально, там, измените действительно свою жизнь, это ваш наставник, прилепитесь к нему, но и наставникам, я хочу сказать, делайте жизнь так, чтобы вас захотели повторить, если у наставника будут мысли, мысли, которые, как с золотыми нитями будут написаны на небе, честь и хвала вам, когда, знаете, любой каждый может прочитать, но поймите, если мысли у наставника будут другие, это тоже увидится, потому что мысли рождают действия, и когда действия никак не совмещены с мыслями, это тоже все видно, не скроешь, не закроешь, не замажешь, поэтому спонсорам будьте именно хорошими наставниками, вкладывайтесь в своих партнеров, а партнерам прилепитесь к своему наставнику, лучше для вас человека не будет на этой земле, особенно сегодня здесь в крауде, любой вопрос, любой, вот какой вас тревожит, не оставляйте его у себя за пазухой, выньте его и произнесите, я первую неделю к Оксане приходила только одну, Оксаночка, это так или не так, все, Оксаночка, а где поглядеть, что это так, Оксаночка, ой, а у меня вот пять человек, у тебя сколько человек, у тебя уже десять, ой, я побежала подписывать дальше, я след, след за Оксаной, Оксаночка, я дойду до директора, а в круиз я поеду, вот, поэтому у меня есть Оксаночка, которую я очень люблю, а у вас есть ваш верхний спонсор, Оля Еремеева, Валентина сегодня, которая собрала нас, я, кстати, очень люблю Валентину, она, знаете, такая прям, вот первое время мы тоже работали в синергии, прям малочка выйдет там, все, и я правда по вам соскучилась по всем, поэтому задайте вопросы, я могу долго еще беседовать, но уже все-таки час времени прошел, спасибо, что вы слушали. Ой, Алла, вообще, просто супер, мне кажется, на все вопросы уже прям ответила по пути, вот, ну, действительно, я, кстати, даже от тебя всегда слышу то, что вот я слышала, но не услышала, а от тебя я вот как бы все у меня уложилось в голове, да, тоже был какой-то вопрос, и, ну, все, в общем, на него я получила ответ, вот, то есть, как я и понимала, как я вчера разговаривала с Таней, Бабаритская, Таня, ну, это же такой классный бизнес, Господи, я так хочу, чтобы он долго-долго-долго работал, ведь первый раз в жизни пришел такой классный бизнес, она говорит, я тоже хочу, правда, правда, то есть, действительно, я здесь делаю бизнес в кайф, я всем сетевикам говорю, вы понимаете, вы все устали продавать, делать каждый месяц активность, затариваться этим продуктом, вот я сегодня делаю бизнес в кайф, и я вас приглашаю со мной то же самое делать, говорю, вы со мной, будьте со мной, и я вас выведу на чек, не работайте одиночно, вот, со мной все и делают, в принципе, все мне звонят, все мне делают фатсапы, так что, все правильно, причем, задавайте вопросы, Валюш, смотри, мы же не приглашаем из сетевых компаний, чтобы они побросали, сегодня со мной есть моя ветка в вижен, они отказывались месяц, отказывались два, отказывались три, отказывались четыре, отказывались пять, на шестой месяц они приехали ко мне в загородный дом, мы просто поели шашлычков, походили, посмотрели, сегодня, на седьмой, восьмой месяц, там растет директор, я купила уже еще один дом, поэтому, девчат, вот к вам все равно буду приходить, но это не значит, что они побросали, они вон меня еще бадами накормили, Аллочка, тебе гифт отдать с гифтом или продукцией, я говорю, да давайте уже чем-нибудь, вот, поэтому, ну вот так вот оно происходит, из инкрузица много людей, ну нет сейчас путешествий, ну я сама бы убежала бы уже куда-нибудь, прям, знаете, эмоции свои пополнить, ну нету пока, ну и что, бросить инкрузис, нет, я его оплачиваю, ну мне нравится это путешествие, да, я потом в Лайф Трэнс обязательно буду путешествовать, да я вообще буду путешествовать каждую неделю, из этого ресурса, из того, я его не броню, я его просто оплачиваю, я туда не подписываю людей, мне это, ну ничего не стоит, там, сто долларов, а кто-то тянется, кому-то надо эти сто долларов искать, быть в вечных муках, там, люди отказываются, потому что у них сто долларов нет, ситуация-то напряженная, а мне с него где-то легко, так зовите из этих компаний, им будет легко оплачивать свои же, но вот за что я против, это именно за инвестиционный ресурс, я обожглась на нем так, что я сегодня говорю, но если ты хочешь заработанный в краунд миллионы влить куда-то, ну не знаю, я, например, не рискую и не хочу, и тем более морально не хочу поддерживать те структуры, в которых слезы в конце, слезы, горе и слезы этой инвестиционной компании, нельзя сказать, что, ну а что я, я вот вложил, и я получил свои, и я вышел, вы думаете, чистенькими будете? Нет, и я когда поняла, что я не чистенькая за участие в Кэшбри, я полтора года рыдала и молилась, и просила прощения, а знаете, что такое прощение, именно искреннее, христианское, когда я здесь стала зарабатывать деньги, я помогаю тем людям, которые я позвала в Кэшбри, которые недополучили, на сегодняшний день больше четырех с половиной миллионов, как бы вот, общего долга, я для себя его взяла, у меня было полтора миллиона, но я включила туда людей, которые со мной однажды были, и сегодня, вот я, я в открытую говорю, больше четырех миллионов, а еще где-то миллиона полтора, или два, я даже, надо списки поглядеть, у меня не приходят помощи людям в апгрейдах, Алла, помоги сделать апгрейд, ну тогда были полтора, полторы тысячи евро апгрейды, да, помогала, это команда, и здесь не надо, знаете, семь пядей во лбу, или там, хороший быть, ты строишь, ты помогаешь, ты пришел на это, ты на это согласился, поэтому,